Правительство Свердловской области по поручению Евгения Куевышева продолжает выработку мер по продвижению продукции уральских производителей лифтового оборудования. Эта тема стала ключевой на совещании, проведённом первым заместителем губернатора Алексеем Орловым. Сегодня наши предприятия успешно обеспечивают лифтовым оборудованием лечебное образовательное учреждение, гостиницы и прочие объекты инфраструктуры не только Свердловской области, но и других российских регионов, а также стран ближнего зарубежья. Текущий объём выпуска оборудования в регионе составляет порядка 1200 лифтов в год. Перспективный объём производства на существующей технологической базе может достичь 2000 лифтов в год. По словам Алексея Орлова, в регионе накоплен достаточно научно-технический производственный потенциал по выпуску лифтового оборудования. Так, Пышминский лифтостроительный завод в кооперации с НПО «Автоматики» и другими предприятиями выпускает энергоэффективные лифты на собственной производственной базе. Также успешно ведёт выпуск современного лифтового оборудования «Завод Век», чья продукция комплектуется системой управления и контроллерами собственной разработки. Оба предприятия не только поставляют лифты, но и оказывают все услуги по монтажу и техническому обслуживанию своей продукции. При этом уральские предприятия сталкиваются с рядом трудностей, в числе которых высокая конкуренция с более крупными и именитыми производителями лифтового оборудования из других регионов. По словам Алексея Орлова, областные власти по поручению главы региона Евгения Куйвышева и впредь продолжат поддерживать и продвигать наши лифтостроительные заводы. А задача производителей – повышать качество и конкурентоспособность продукции. Эта работа проводится планомерно и уже даёт видимые результаты. Для Артёмовского городского округа вопрос обеспечения качественной и бесперебойной работы лифтов стоит только для двух девятиэтажек в посёлке Буланаш. Там с завидной регулярностью возникают с этим проблемы, в которых можно обвинить как обыкновенных вандалов, так, возможно, и некую заинтересованную сторону. Между тем, в Артёмовской ЦРБ нынешнее руководство учреждения наконец решило проблему с подъёмом тяжёлых больных в операционную зону, что не просто облегчило работу врачебного персонала, но и положительно сказывается на том состоянии, в котором пациент попадает в отделение. Ведь при подъёме на носилках по неудобной лестнице всегда существовала опасность того, что одно неловкое движение могло привести к усугублению состояния больного. Факт появления специализированного подъёмного оборудования в Артёмовской ЦРБ показывает, что учреждения, пусть и не семимильными шагами, поступательно увеличивают уровень качества обслуживания населения, показывая реальные достижения и не обещая невозможного.